Молодец. В общем, Аднанчик, ситуация такова. У госпожи учительницы Айчи, даже неудобно говорить, произошла неприятная ссора с ее мужем. Вот я и подумал, ну что такого, в семье случаются такие вещи. Ну а я с госпожой учительницей Айчи дружу уже очень давно. Я сказал, такое бывает между супругами. Сказал, у меня есть друг Аднан, а у него очень чистый и приличный отель. Так что приходите, и мы приютим вас у него, пока не утихнут страсти и пока вы не помиритесь. Вот я и взял госпожу учительницу и привез сюда Аднан. Вот, собственно, и вся история. Здравствуйте. Здравствуйте. Все? Я покажу вам номер, госпожа учительница Айча. Прошу туда, нам в ту сторону. Благодарю. Еще раз спасибо, Аднанчик. Сочтемся. Ах, Усман, ты никогда не поумнеешь. Ты пришла, дочка? Еда готова. Я не буду есть, сразу лягу. Спасибо. Что случилось? Ничего, мама. Немного болит голова. Это Эпек пришла? Да. Где она была так долго? Ну, откуда мне знать? У нее болит голова. Садись. Еда готова. Возьми хлеб. Эпек. Все нормально, дочка? Да, папа, нормально. Не заходи, я одеваюсь. Немного голова болит. Я рано лягу спать. Хорошо. Спокойной ночи, дочка. Будь ты проклят, Усмана. Ты до сих пор встречаешься с ней. Никак не бросишь эту женщину. Идем, Суна. С приездом, скорее. Элина. Зачем ты это сделала? Полицейские говорят, что это похоже на самоубийство. Это правда? Зачем ей убивать себя? Конечно, Ильяс пришел в ярость, когда узнал, что вся эта история с болезнью была фарсом. И бросил Хелин. И Хелин, естественно... Погоди минуту. О чем ты говоришь? Разве Хелин не была больна? Прекрати притворяться, Суна. Не может быть, чтобы ты не знала. Что я знала, Умер? Не говори глупостей. Сколько уже Хелин ждет, что она умрет? Ах, Хелин. Это как раз в ее стиле. Поэтому здесь нет Ильяса. Ну, Хелин. Что это за любовь такая? Тут хорошо. Ну вот, я не преувеличивал, правда? Конечно. Наконец-то мы остались наедине. Давно этого не было. Я соскучилась по тебе. Айча, ты отдохни немного. Я кое-что сделаю и приду. Я быстро. Что ты сделаешь, Усманчик? Мы же закрыли сегодня магазин. Мне нужно отдать одна на счета. Я закрою счета, отдам их и я приду. Послушай, я приду, я скоро. Ну, Айча, ну, Айча, ты насильно втягиваешь меня в грех, честное слово. Потом придется разбираться с Каланчо и Тахиром, еще с кем-нибудь разбираться, то с тем, то с этим. Боже мой. Но кто виноват? Я. И почему? Потому что я слабый. Я слабый, теперь понятно. Я питаю к этой женщине слабость. У меня есть слабое место, и она постоянно на него давит. Так и подмывает. Взять и уйти. Взять и уйти. Усмана, думайся. Не поддавайся. Не смей, Усман. Не поддавайся. Умер. За что нам такие горести и несчастья? Что говорят врачи? Я их еще не видел. Суна. Бедняжка. Как это случилось? Джам, Ильяс не приедет? Он не верит. Говорит, что это тоже спектакль. Его можно понять после всей этой лжи? Господин Махмуд, как ее состояние? Ее состояние мы стабилизировали, но она постоянно теряет сознание. Мы сможем сказать что-то конкретное, только когда она придет в себя. Только бы с ней все было хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А если он не вернет мне Мехмеда? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай, сынок, тебе пора засыпать Давай-ка, давай Давай, сынок Иди ко мне Вот так Он у тебя никогда так не заснет К тому же, ну что ты понимаешь в детях? Отвези завтра ребенка и его матери Ты думаешь, что мама сама сюда приедет? Сибель, ложись спать Можно подумать, ты разбираешься в детях Иди спать Давай Давай Тише, сынок Иди Хорошо, брат Как хочешь Делай, как тебе заблагорассудится Делай, как хочешь Закрывай глазки Ну что ты на меня так смотришь? Засыпай Что случилось? Где я? Вы в больнице Вы попали в аварию Вы помните, как это произошло? Хорошо А вы можете сказать ваше имя? Мне очень больно Вы не могли бы сказать номер комнаты Османа Баяклы? Хорошо, спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Осман Это я Открой дверь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Новости неважные, госпожа Суна Пациентка не осознает происходящее У нее потеря памяти Какой ужас Что теперь будет, господин доктор? После томографии нам нужно срочно вести ее на операцию Но нам нужно согласие члены ее семьи Кто-нибудь может расписаться в бумагах? У нее есть муж Я сейчас позвоню А вы делайте, что нужно, господин доктор Мой сын скоро будет здесь Хорошо В документах нужно расписаться еще до начала операции Не плачь, сынок, не плачь Тише, тише Алло Ильяс Мама, что надо? Что надо? Я уложил мимо Он проснулся из-за тебя Сынок, ты еще спрашиваешь, что надо? Твоя жена умирает Она на самом деле в критическом состоянии У нее затуманенное состояние Ее не могут забрать на операцию Ты должен приехать и расписаться, как ее муж Мама, с плохими людьми ничего худого не случится К тому же поскорее возвращайся домой Я абсолютно уверен, что через час она поправится И предстанет перед всеми нами Помяни мое слово Сынок, прекрати издеваться Она действительно в тяжелом состоянии Она на мотоцикле попала под грузовик Ужасно разбилась Я прошу тебя, Ильяс Приезжай скорее Хорошо, мама Ладно, так и быть, я приеду Проклятье Только Хелин с ее аварией здесь не хватало Если эта история окажется фарсом Клянусь Я собственными руками задушу эту женщину Достала Кошмар Сибель Сибель, ты спишь? Сибель Сибель Послушай, я еду в больницу Мимо снова проснулся Побудь с ним А что случилось? Как много ты задаешь вопросов Как много вопросов С ума сошел, что ли? Мимо? Племяшка? У нее много осколочных переломов На коленную чашечку необходима пластина Простите Пришел муж госпожи Хелин Прошу А мы ждем вашей подписи Вот здесь Доктор Операционная готова Мы можем сразу же пройти в операционную Не теряя времени Нас ждет долгая работа Мы ждем хороших новостей Хелин заплатила вам хорошие деньги Чтобы вы разыграли этот спектакль Я хотел спросить Врачам недостаточно платят? Или вы, наверное, актер? Взяли в больнице разрешение Сославшись на то, что снимаете сериал Понятно Сынок Господин доктор Прошу вас, простите Он не знает, что говорит От огорчения Ильяс, не кипятись Ты же видишь Все обстоит иначе Да я уверен, что это не так Уверен Ребра раздроблены на куски Ноги разбиты в дребезги Ты знаешь, сколько будет длиться операция? Они говорят о 4-5 часах В операции участвуют 6 врачей Они еще даже не знают Насколько поврежден мозг Даже не смей больше разговаривать со мной, ясно? Пусть ваша Хелин поправляется Но больше не смейте мне звонить По этому поводу Ильяс, погоди Подожди минутку Субтитры подогнал «Симон» Сынок Тише, тише Где ты был? Ребенок умирает от голода А где мне еще быть? Я возился с проделками Хелин Как она? Она непотопляемая, честное слово Смотри, я накупил вещей Тут у нас бутылочки Детское питание Накормим этим, хорошо? Ребенку нужно есть в 6 Давай, позаботься о нем А я хочу спать Пойду лягу А как же я, брат? Он поспал 2 часа и забыл Я тоже хочу спать Я вообще не спала Он уснет, когда поест Я посплю пару часиков И сразу встану Хорошо? Подгузники я тоже купил Сам занимайся своим ребенком Брат! Нет слов Хорошо Если придет Осье Я отдам ей ребенка и все Алло Дядя Джумшит Ты дома? Я могу приехать? Мне очень плохо Я с ума сойду, если ни с кем не поговорю А что случилось, Нахир? Мы опаздываем Ты видишь? Сначала накроем завтрак в ресторане А потом начнем заниматься делами Скоро начнут стекаться посетители Хорошо, дядя А я схожу к Осье Осье Я не хочу Вы едите? Так нельзя Ты со вчерашнего вечера ничего не ела Она всю ночь не спала Пусть отдыхает, бедняжка Пошли Доброе утро, господин Джумшит Доброе утро Как Осье? У себя Не в настроении Я схожу к ней Я знаю, что ее гложет Мы поедем и заберем Мимо И у нее настроение поднимется Надеюсь Пошли, дочка Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Как ты? А как мне быть? Собирайся Поедем Заберем Мимо Всегда так будет Джумшит Моя жизнь так и будет проходить В ссорах и скандалах Иногда так и хочется Забрать сына И уехать отсюда А потом я думаю Мой сын будет расти без отца Нам с Ильясом нужно Разрешить наши проблемы И что ты собираешься делать? Пока не знаю Но я думаю Это Тахир приехал Мы хотели посмотреть аккумулятор Хорошо Дядя Джумшит Как дела? Пойдет Что с тобой случилось? Какие-то проблемы? Мы разводимся А ты как? Что нового? А я женился Вчера вечером приезжал Ильяс Ситуация запутанная Как это? На ком ты женился? Настя Идем я тебе все расскажу Видимо у нас у обоих дела неважные Идем, идем Поговорим немного Идем я тебе все расскажу Идем я тебе все расскажу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Давай Давай, давай, давай Рассказывай Садись Вот так Как дела? Так себе Поехали Суна, твой кофе Спасибо Прошу Благодарю Благодарю Тетя Тетя, что мне еще сделать? Сейчас время сидеть и пить К обеду приедет масса клиентов Он и палец о палец не ударит Все сделаем, не трогай его В последние дни все очень странные Невероятно Тахир Я знаю, что эти новости огорчили тебя Но ты лучше всех поймешь меня Я женился на Сие, чтобы дать ей спокойную жизнь А ты женился на Иче Не затем ли, чтобы защитить ее? И так ясно, зачем я женился на Иче Потом она стала мне настоящей женой Я знаю Нет, у меня нет таких намерений Ребятам здесь спокойно Ее семья хотела забрать ее Вот мы и придумали такой выход Это разные ситуации Я схожу, помогу девушкам на кухне Зажгу печку А ты сиди, не беспокойся Марьяман сейчас на меня разозлится Да, Айча Осман Ты бросил меня одну со вчерашнего вечера Если ты и в обед меня отошьешь Я убью тебя Айча, закажи обед в номер и поешь В одиночестве? Мы что, не проведем вместе первый день? Ведь я сбежала к тебе Я даже отпросилась со школы И что, все зря? Я приду в магазин И встану у тебя над душой Приходи, обсудим, как нам быть Хорошо? Девочка, не нужно себе ничего воображать Хорошо так и быть Хорошо, спускайся в ресторан Закажи что-нибудь А я позже присоединюсь к тебе Договорились? Договорились Ну, это безобидный обед Не стоит преувеличивать А как же? Лучше взять, да и поесть вместе Чем сидеть в одиночестве Конечно Джашкун Я ухожу Мои давние клиенты позвали меня на обед Я пойду к ним Могу задержаться Сам закроешь магазин, ладно? Потому что, возможно, придется выпить Или разговор сильно затянется Эти люди очень болтливые Понял? Ты сильно не опаздывай А поставщики пусть не приходят Завтра поговорю с ними Хорошо, шеф? Ты поедешь в отель? Какой отель? Может, что-нибудь понадобится? А, ну да Конечно, конечно Да, в отель Давай, племяшка Ешь сладкий Вот твоя кашка Давай Сибель? Сестра Как вы, кстати, пришли? Что случилось? А ты что здесь делаешь? Привет, племянник Иди ко мне Теперь он будет жить здесь Я сама ничего не поняла Идем? Я тебе посажу Его мама вышла замуж И лес вчера принес и отдал его мне Сам не сидит с ним А завалился спать Я за всю ночь только два часа поспала Сил нет А какое ему дело до того, что Асия вышла замуж? Пусть на себя посмотрит Есть еще кое-что Когда Хелин вывели на чистую воду Она придумала другую аферу Сейчас притворяется, что попала в автокатастрофу И лежит в больнице Мама сразу же помчалась к ней Ее всю ночь не было Якобы Хелин в тяжелом состоянии Какая авария? Какое притворство? Я ничего не понимаю Вы же еще не в курсе? Тогда я перемотаю обратно Хелин же была больна Чуть не умирала Падала в обмороке Это все ложь, сказки Она это выдумала Ничего этого нет Что? Ну это уж слишком Тахир Господин Джимшит молчит как рыба Что с тобой? Почему ты такой? Ничего, я в порядке Прошу, садись У нас у обоих неважное положение Не беспокойся обо мне Для нас уже ничего не исправить А с тобой что? Ты с Айчо и поссорился? Да, что-то типа того А ты теперь здесь? Не хочу объясняться с родителями Скажу, как разведусь Не огорчайся Дочка Уже обед Почему ты не встаешь? А? Ты и вечером рано легла Ты что, заболела? Мама Оставь меня в покое Я же не ребенок Выйди, пожалуйста У меня депрессия, ясно? И согласись, причин достаточно Хорошо, но тебе надо поесть Идем завтракать Я не буду есть, мама Не буду Отлично Умирая с голоду Еще говорит, что она не ребенок Да вы все ведете себя, как подростки Упрямится Слушаю, сестра Асия Как дела, сестренка? Мне понадобился один номер телефона Тахира У тебя есть его номер? Тахир как раз здесь А зачем он тебе понадобился? Он у вас? Можешь позвать его? У меня к нему есть разговор Сестра, зачем тебе понадобился Тахир? Делай, как я прошу Хватит задавать мне вопросы Тахир Ты неважно выглядишь Ты очень много выпил Вставай, я отведу тебя в дом Заодно Асия повидаешь Она тоже в ужасном состоянии Я никого не хочу беспокоить Я здесь нормально Мне тут хорошо Ну как же Чтобы я тебя оставила И ты продолжал пить Поднимайся Тахир Моя сестра Ипек Хочет поговорить с тобой Слушаю, госпожа Ипека Господин Тахир У меня для вас новости Айча с Османом Уединились в отеле Я подумала Что вы захотите знать об этом Какой отель? Айча с Османом? Да, к сожалению Они в отеле Однана Они приехали туда вместе ночью Я собственными глазами видела Тахир, стой! Куда ты пошел? Алло, сестра Что там с Османом и Айчой? Погоди, я тоже поеду с тобой Не совершай глупостей Хватит уже Ты недостаточно настрадалась Из-за этого злосчастного Оставь его Пусть делает, что хочет Сестренка Он без стеснения У всех на глазах Хрутит шашни с этой женщиной А эта женщина еще и замужняя После стольких скандалов И неприятностей Ну сколько можно? Сестра, забудь Хватит уже Ты теперь в разводе Все в прошлом Прошу тебя, не делай этого Не изводи себя больше Я кладу трубку Позже поговорим До свидания Осье Мы поедем за мальчиком? Я заберу его Только я поеду одна Я отвезу тебя Как ты доберешься до дома Одна, с ребенком? Нет, не надо Я съезжу на такси Осье Джимшит, пожалуйста Если ты поедешь То все окончательно запутается Я сама все улажу Я быстро съезжу и заберу Хорошо? Музыка Привет Привет Ты ничего не заказала? Что пьем? Вино Вино Отличный выбор Парень, иди сюда Сынок, принеси нам вина Только красного Урожай 95-го Урожай в тот год Был потрясающий майча Хоть бы одна бутылка Оказалась бракованной Честное слово Так что Принеси нам красного вина, сынок А к нему сырную тарелку Байрам на кухне? Да, на кухне Скажи Байраму, что господин Осман заказал бонфиле Ты будешь бонфиле? Хорошо Тогда нам два бонфиле с соусом ракфор Только не сильно прожаренное Мясо должно быть средней готовности Договорились? Давай Я надеюсь на тебя, сынок Османчик Я не знала, что ты так хорошо разбираешься в вине и еде Ну, конечно, не знаете, госпожа Ича Не знаете Теперь будете со мной более внимательны Я еще и не такое знаю Тахир Не глупи, умоляю тебя К тому же, что ты будешь делать, приехав туда? Забудь Тахир, не гони так Послушай, я сейчас умру с голода У меня предложение Чуть подальше будет закусочная Давай остановимся и перекусим Я очень голодна У меня понизился сахар Теперь ходят слухи, что Хелин попала в автокатастрофу Брат не поверил, конечно Он спокойно спит наверху Как вы сами видели Ну и ну Какая упрямая и дерзкая женщина Постойте Мы можем узнать, была ли авария на самом деле или нет Это легко Алло Как дела? Это Зафар Хотел тебя спросить Произошла одна авария Можешь выяснить? Да, да Да Точно Понятно Какую передрягу попал, Ильяс И не говори А мама продолжает ходить перед ней на задних лапках Она бесит меня Да, я понимаю Женщина сделала для нас много хорошего Спасибо ей Но как так можно поступать? Нет слов Ясно Ясно Спасибо, братишка Всего хорошего Ну что Авария действительно случилась Мой друг из дорожной полиции видел Машина помята Мотоцикл в дребезге Говорят, что разлетелась на куски Даже врачи полчаса обсуждали Как водрузить ее на носилке Вот такие дела Так что все серьезно Да ты что? А она На самом деле Не умрет? Милая За тебя всегда приятно петь Всегда Давай так и сделаем Ты можешь сказать В каком номере она живет? Я тебя спрашиваю В каком номере живет Айча Угус? А этот голос не Тахира? Айча Ты до сих пор любишь этого типа Тебе продолжается чудиться его голос Что случилось? Почему ты подскочила? Айча В чем дело? Господин, я же вам говорю Мы не даем сведений о наших постояльцах Каждому встречному Простите, но таковы наши правила То есть она ваша постояльца Тахир, успокойся ради Аллаха Я сейчас упаду в обморок Я не успокоюсь Скажи, в каком номере она живет Господин, вы можете успокоиться? Вы беспокоите моих клиентов Это приличный отель Приличный отель Господин Тахир Тебе конец В чем дело? Что он делает? Успокойтесь Тахир, перестань Я вызову полицию Давай вызывай Успокойся, пожалуйста Прошу тебя Давай уйдем Пошли Я покормлю Подожди, дочка Я покормлю Дочка, постой Сил нет Будди, Ильяса Наверное, он не привык к такому питанию Почему он не ест? Он с самого утра ничего не ел толком Если бы брат был нормальным отцом А сия бы его не бросила Помолчи лучше Много ты знаешь Я сама Я его покормлю Дай сюда, давай Идем, племяшка Дочка Погоди минутку, постой Я покормлю Я покормлю Сибель Забери Гюль Посади на колени Сделай что-нибудь Поразительно Сибель А я в чем виновата? Если ты не заметил Я только что встала С инвалидного кресла Что мне делать? Хочешь, чтобы я побежала за ней? Держи Что происходит? Что такое? Почему вы кричите? Проснулась спящая красавица Сначала спроси Они вообще замолкали? Держи своего сына Забери его Держи А это его питание Которое он не ест Сам корми Я пошла спать И больше Не буди меня Тоже мне Сынок Давай присядем Вот так, милый мой Смотри Гюль приехала Что? Они не справились с тобой? Не позаботились о тебе? Ах ты мой золотой Ты у нас хулиган, оказывается Капризный мальчик Ничего Я о тебе позабочусь Давай Сейчас мы с тобой будем кушать Мимо Посмотри на себя Ты окончательно спятил? Я одна С тобой не справлюсь Я позвоню Джему Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»